Дорогие друзья, дорогие подписчики и гости канала Одесская Лилика. За слов Константина я написал рассказ, который я назвал... Сейчас пусть придет трейд. Который я назвал «Юмор в поисках». Но поскольку история была рассказана Константином, он как бы главный герой этих событий, и очевидец, и герой, и участник, он нам расскажет чуть-чуть поподробнее, в чем там дело происходило. Расскажи, Костик. Я искал девушку. Сколько тебе было лету, да? Двадцать три. То есть молодой, красивый, высокий. Высокий, наверное, только одно слово из трех. Молодых все молодые, кто более искать ее. Потому что все, кто родился в этих годах, молодые. У нас прирост населения в стране два с половиной миллиона в союзе. Так что молодых много. Красивый, это спорный вопрос. Высокий, может быть. Какой это год? Девяносто второй. Значит, девушкам, которые смотрят, понравится твоя скромность. Они любят скромных. Они не любят хвостунейшек, которые вот эти вот кичатся. Они любят скромных мужчин с хорошей душой. Да, так это был девяносто какой год? Второй. Девяносто второй год, тебе было двадцать три года. Где происходили события? В Киеве. Как ты эту девушку знал? Она пришла по объявлению моему. И мы встретились один раз. Но я не спросил ни фамилии, ничего. И я знал, что она рождена в Биробиджане. И что она работала бортпроводницей. Как ты написал, что я на корабле. Потом я ездил в Грессию. В общем, и все будет написано в рассказе. Все, давай, читай. Поехали. Эпиграф. Юмор в поисках. Автор Михаил Солита. Эпиграф. Юмор это кратчайший путь от одного человека к другому. Фрезерик Бекбедер. Бекбедер. Ох, я хорошо. В поисках старой подруги из Славянско-Донецкой области наш герой решил обратиться с помощью в Киев Речпорт сервис. Но его поиски не были такими гладкими, как он ожидал. Но с помощью юмора, вдохновленного классикой Звонецкого и настойчивости, он преодолел все препятствия на то, что искал. Погромче и с выражением. И нашел то, что искал. С юмором Звонецкого еще один раз. Повтори, пожалуйста. Ну, прощи еще один раз. И настойчивости он преодолел все препятствия и нашел то, что искал. Да, делай паузу и голос меняй. Когда человек попытался найти свою подругу-стюардессу в Киев Речпорт сервис, он наткнулся на необычную реакцию менеджера, который спросил, зачем тебе искать стюардессу с высшим образованием? У меняй голос. Это же как искать еврея с орденом Ленина. О, вот так сейчас уже лучше. Это напомнило ему слова Звонецкого. Если еврей получает орден, то он не просто его получает, а он его зарабатывает. Так. Позже, когда человек посетил групповую терапию в США и попросил одного работника передать привет больной коллеге, он услышал, что им запрещено обмениваться контактными телефонами. Мол, вспомнил другую фразу Звонецкая. Если женщина говорит нет, то это не значит, что она не хочет. Это значит, что ей надо больше убедительных. Секунду, я хочу повторить эту фразу. Если женщина говорит нет, это не значит, что она не хочет. Это значит, что ей нужно больше убедительности. Правильно? Продолжаю. Так, что человек решил использовать свою убедительность и найти другой способ передать привет своей коллеге. Даже если это потребовало больше усилий, чем он ожидал. И когда он, наконец, добился своей цели, он почувствовал себя как герой Звонецкого, который борется за свои ценности и достигает своих целей, несмотря на все препятствия. Эпилот. По иронии судьбы в поисках своей старой подруги, наш герой попал в обычную ситуацию. Смотри, ты сильно монотонно считаешь. По иронии судьбы, ты же поешь, ты же чемпион. В поисках своей старой подруги, наш герой попал в необычные ситуации и нелепые испытания. Но благодаря своей настойчивости и юмору, он нашел ее, ты понял, что поиск, друзья, это всегда стоит того. И, возможно, именно юмор и сарказм помогли ему сохранить оптимизм и веру в успех. Даже когда все оказалось невозможно. В конце концов, он может найти смех и радость даже в самых трудных ситуациях. И это, возможно, самая ценная, что мы можем получить от жизни. Шикарно. Вот сейчас. Ты же, когда поешь, ты же меняешь тембр голоса, правильно? Трудно. Ну, а то это, как, ну, ты же поешь шикарно. Так, оно вот, чтобы... Ладно, потом споешь. Ну, давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Давай, спой чуть-чуть, какое-то что-то юмористическое. Оп-стопс, пелевердопс, бабушка здорова. На, любишь? Оп-стопс, пелевердопс, кушает комфок. Оп-стопс, пелевердопс, и мечтает снова. Оп-стопс, пелевердопс, пережит налет. Видишь, это шикарно. Вот тут то же самое. Это еще, так петь же тяжелее, чем считать. Все, молодец. Очень-очень-очень хорошо. Эту ошибки про ошибки не будут. Сейчас будем.